Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя и я обожаю парфюмерию! В этом видео я хочу поделиться своим мнением об ароматах Zara и рассказать, какие у меня есть, что я о них думаю. В моей коллекции 13 ароматов Zara, плюс у меня есть еще такие маленькие по 10 мл, но я их показывать не буду. Некоторые флакончики я купила спонтанно, некоторые я купила спланированно, за ними охотилась и изучала, чем же они пахнут. В моем случае, как правило, как я покупаю аромат Zara? Я прохожу мимо магазина, пробую или слышу в какой-нибудь группе обсуждение о том, как тот или иной парфюм пахнет классно. Захожу, пробую, если он мне нравится, я сразу же беру, потому что бывает такая ситуация, что ароматов больше нету. Второй вариант, их раскупают и потом нужно где-то охотиться по магазину. Можно еще купить на сайте Zara официальном, очень, кстати, удобно, у них и оплата удобная. И там бывают очень часто скидки, кстати, на ароматы, что в магазинах я не видела. Что я думаю об ароматах Zara? Я очень благодарна этой компании, что они выпускают аналоги. Окей, даже, может быть, это не совсем аналоги, но парфюмы, которые очень похожи на топовые какие-то на данный момент популярные парфюмы. И это очень круто, потому что не все могут себе позволить аромат за 100-200, а то и может быть даже 300 евро. Парфюмы Zara некоторые прямо вот практически копия популярного аромата, а некоторые из них такая интерпретация или фантазия на ту или иную популярную тему. Я расскажу о том, что у меня есть. У меня было больше, от многих я избавилась. Остаются те, которыми я не всеми пользуюсь, но основным я пользуюсь. В общем, поехали. У меня есть вот таких четыре кругляша. Один из них очень старый. Это Zara Tubi Rose. Покупала я его аж в году 2017. Это красивый, очень женственный, такой достаточно громкий, мощный аромат. Не знаю, как насчет Tubi Rose, но он определенно сладкий, цветочный. И он такой немножко звонкий и очень женственный. То есть вот я лично не вижу его на молодой девушке. Хоть, конечно же, мы не делим ароматы на возрасты, но тем не менее он такой достаточно взрослый. Одно время я его отдала своей дочке, а потом решила обратно забрать. Он очень красивый, громкий, стойкость средняя, как и, в принципе, у всех ароматов Zara. Классный. Он есть сейчас тоже, только в другой упаковке. Следующий аромат из таких кубиков с округлыми этими, господи, углами. Вот этот аромат видно, что флакончик старый, потому что он более квадратный. Сейчас они такие пузырики стали. Orchid Zara Bloom 01. Это прям один в один аналог Victoria's Secret Bum Shell. Ведро такого счастья стоило совсем недорого, супер бюджетно. Пахнет он свежестью, шампунем. Даже такой, как это, мокрыми волосами из душа, если вы выходите, помыли шампунем волосы. И вот они прямо мокрые, влажные. Супер аромат на лето. Вот прямо невероятно освежающий. Прям берете ведро и поливаетесь беспощадно. Никого вы не задушите и сами не задохнетесь. Супер освежающий аромат. Не мой любимый, но тем не менее, как бы и такие свежие ароматы нужно иметь тоже в коллекции. Следующий, о котором я уже не раз рассказывала, Orange Honey. Он тоже уже был у Зары. Пахнет цитрусами, пахнет цветами, чем-то горьким. Классный на лето. Зимой я его не люблю. Зимой он для меня какой-то не очень приятный становится. Тоже достаточно, я бы сказала, может быть взрослый. Но даже не взрослый, он такой немножко дистанцирующий. Потому что, допустим, если Orchid, он такой и молодежный, и такой свежий, классный, привлекательный. То вот в этом аромате это горечь немножко такая, которая дистанцирует. Он хоть и сладенький, и цветочный, но он такой немножечко холодный. И несет в себе такой посыл, немножко дистанцирующий. Я не знаю, на что это похоже. Искала, вроде бы не нашла информацию. По крайней мере, для меня он не ассоциируется ни с каким другим парфюмом. Люблю его, люблю настолько, что в прошлом году я купила себе второй флакончик, и он у меня в запасах лежит. Следующий из пузыриков-пузатиков. Unusual Wood от Zara Limited Edition. Лимитка прошлого лета. Я ее хватанула на хайпе, потому что девушки из парфюмерной группы очень про него прям много говорили, обсуждали. Взяла вслепую, практически не ношу. Ну, я его немножко не поняла. Да, он такой мон, и в нем нет никакой изюминки. Я так понимаю, что они пытались что-то сделать типа как ароматы молекулы, но у них что-то пошло не так, что-то не получилось. Отличная поливашка, но в принципе ничего особенного. Стойкость очень плохая. Можно попробовать его и на мужчине, кстати. Он такой древесный, свежий аромат. Ну, ничего особенного. Следующий у меня вот такие вот башенки. Так, это нашумевший Red Temptation Winter. Аромат, который является фантазией на тему Бакары. Он мне очень нравится. Он мне нравится не потому, что он похож на Бакару. Я его считаю отдельным ароматом, отдельно стоящим, отдельным произведением. Он очень ванильный, он пушистый, он теплый, сладкий. Честно говоря, чем дольше я им пользуюсь, тем меньше он у меня ассоциируется с Бакарой. Очень красивый унисекс аромат для мужчин, которым нравятся какие-то сладкие парфюмы. Мне очень нравится. Хорошая стойкость, у него очень маленький шлейф, но я люблю пользоваться в холодное время года. Кстати, когда вот эти флакончики вышли, у нас нигде не было маленьких флаконов. А это 80 миллилитров, 80 или 85 миллилитров. И он ужасно такой тяжелый. Вот здесь вот это все стекло. Конечно, красиво смотрится на столике, но куда-то с собой брать вообще просто нереально. Поэтому я очень рада, что Зара сделала вот такие вот 30-ки. По-моему, да, это 30-ки и есть еще, по-моему, 50 миллилитров. В общем, три размера у них теперь есть. А, ну еще и 10, 10 миллилитров такие с роликом. В общем, классно, потому что мне, допустим, там 85 миллилитров, ну как бы не надо. Набиль Вистерия, я так до сих пор не раскусила, чем он пахнет. Он очень такой свежий на тему Ланвина Клад. Легкая, теплая, мускусно-цветочная. Невероятно деликатный. Тут, может быть, еще даже какие-то цитрусы есть. Он очень деликатный, женственный, такой нежный-нежный-нежный-нежный. У него не очень со стойкостью, тем не менее, классный, кому нравятся свежие цветочные ароматы. Советую посмотреть, вообще присмотреться вот к этой линейке. Очень интересные, такие достойные ароматы. Ну, прелесть, прелесть, которую приятно на себя нанести, покайфовать. Дальше Зара Роуз Гурман. Гурман. Когда я его первый раз послушала, я сразу сказала, что это Делина. Даже, скорее всего, Делина эксклюзив. Но потом как-то я его начала воспринимать как отдельный аромат, потому что он... В Делине есть что-то, что меня отталкивает. То ли горечь, то ли что-то такое непонятно. А этот гораздо приятнее. Он пахнет удом. Таким теплым удом. И розой. И это очень классно. Красиво. Мне он нравится даже больше, чем Делина. Делина у меня была... Были в Атлеванте простая Делина. Я ее использовала, Делина эксклюзив. Я все еще так это то люблю, то не люблю. Но вот этот классный. Мне нравится. С удовольствием сейчас похолодает. Буду пользоваться. Очень красивый. Очень красивый аромат. Дальше такая красивая коробочка. У меня рука не поднимается. Пока что ее выкидывать. И в этой коробочке ароматы, которые я намеренно искала. Я за ними... Мне пришлось погоняться даже немножко. По магазинам. И в общем... В итоге я купила онлайн. И... Чему не сказано рада. Купила я его, по-моему, даже со скидками. И в общем, это был хороший улов. Ароматы Lightly Bloom и Nude Bouquet. Они, по сути, фантазия или аналоги, как хотите. Dior. Miss Dior Blooming Bouquet. Один из них вот прям Miss Dior Blooming Bouquet. Вот этот вот, Nude Bouquet. А Lightly Bloom, он, как я уже тоже не раз рассказывала в своих видео. В начале, DKNY зеленое яблочко. А потом это Nude Bouquet. Ой. Blooming Bouquet. Этот как-то мне не очень хорошо зашел. Этим я с удовольствием пользуюсь. По стойкости то же самое, что и Dior. Переплачивать вообще не имею смысла. Ну, если только за красивый флакончик, который мне очень нравится. Ну, если бы была возможность просто отстегнуть хорошую сумму, я бы купила Blooming Bouquet. Но так как я решила, что все равно Blooming Bouquet у меня он был, я от него избавилась. Потому что я им пользовалась пару раз в год. Зачем хранить дорогущий аромат? Если можно купить Zara и пользоваться и пару раз в год скиснет, так скиснет. Еще один Zara аромат, который был создан в коллаборации с Jo Malone. Витивер Пампелус. О нем я тоже говорила в своей подборке. И, по-моему, ароматов на лето. И унисекс ароматов. Классный парфюм. Короче, упаковка. Никогда не получается с первого раза открыть так, чтобы воротничок не остался. Вот он снимается. Так вот выглядит аромат. Витивер Пампелус. Не знаю, сказала или нет. Классный, классный. Обожаю его. Он такой сочный. Гранат. Прямо даже в нем слышно вот эти вот горькие. Кожурка. Как это? Перегородки. Вот, перегородочки. Вот эти, которые горькие. Классный, стойкий аромат. Прямо... Я бы его и за дорожу купила. Стойкий, шлейфовый, красивый, комплементарный. Он играет. Он вообще в любое время года классный. Особенно его хочется летом. Потому что он такой прям взрыв свежести. Следующие два аромата от Zara. И они последние ароматы. Через смузи. И Fills at Nightfall. Которые я не ношу. Я их не ношу. Через смузи. Это аналог Tom Ford. Чуть не разбила флакон. Через смузи. Это аналог Tom Ford. Lost Cherry. Какой-то он душный. Это очень хороший аналог. Он пахнет вот один в один. На мой нос. Да. Может кто-то не согласится. Мне очень нравится Smoke Cherry. Прям я хочу себе Smoke Cherry. Пахнет вишней. Вишневой косточкой. Немножко такой пыльный может быть. Не знаю. Но вот он моноаромат. И Tom Ford для меня тоже моноаромат. Поэтому не Tom Ford мне не хочется. И вот к этому рука совершенно не тянется. Купила его просто послушав два раза в магазине. Соблазнилась на цену. Ну вот Не знаю. Бывает находит на меня что-то. Там пшикнул один раз. И все. И забываю про него. Так чтобы его носить. Так чтобы был какой-то запой с ним. Нет. Вообще Хорошо, что я его купила. А не какой-нибудь дорогущий от Luan Tom Ford. И еще один аромат, который тоже аналог. Я бы сказала, что я в нем слышу либо Trussardi в таком полосатом флакончике. Я поставлю сюда. Либо Zadica Voltaire. This is her. Он для меня слишком. Zadica Voltaire я могу носить. У меня есть от Levant. А этот не могу носить. Я не знаю почему. Он очень похож. Но для меня здесь то ли сгущенки слишком много положили какой-то. То ли он он какой-то чересчур гурманский. Чересчур съедобный. И он достаточно моноаромат. И от него в течение дня так уже это надоедает. Он начинает надоедать. Лично меня начинает как-то подташнивать. Он все время лезет в нос. Он начинает мешать. Ну вот так вот слушаю с блотера приятный. Вот даже хочется его нанести на себя. А до избавляться я не собираюсь. Потому что я уверена что найду ему применение. Ну если нет ну не знаю. Пускай стоит. Пускай пока стоит. Пока у меня нету такого вдохновения делать какое-то расхламление. Уже столько раз обжигалось что я к этому очень настороженно отношусь. Я вчера расхламила свой гардероб. Как-то вот летом у меня это обычно происходит. Даже несколько раз в год. Но летом обязательно прямо избавилась от большого количества одежды. Даже обуви и сумок. А вот с парфюмами все гораздо сложнее. С парфюмами мне расставаться гораздо гораздо сложнее. Короче так вот это были все мои ароматы Зара во флаконах которые что я о них думаю я думаю что это невероятно круто что есть такая альтернатива потому что во-первых не у всех есть финансовая возможность купить себе хороший качественный парфюм Зара это отличная альтернатива потому что качество хорошее ароматы классные обычно можно купить целое ведро за 12 евро и не париться второе не все хотят платить допустим вот как я делину я бы я не куплю я просто слишком редко ее пользуюсь чтобы и я ее не сильно люблю чтобы покупать флакон поэтому я купила себе вот такую вот штучку за сколько она стоила по-моему 12 евро и я буду пользоваться с удовольствием и это это круто это круто и люди которые пользуются нишей пользуются также зары так что вообще по-моему это замечательно у зары очень классные мужские ароматы но у нас вот в риге их достаточно мало на сайте я видела их намного больше чем представлено в магазинах вот так что если вы в погоне за каким-то недорогим ароматом смело заходите в магазин зарос пробуйте вы обязательно найдете себе что-нибудь у них есть обалденные бестселлеры black amber по-моему dark vanilla что-то такое там прям они из года в год просто из флакона в флакон переливают аромат остается тот же на сайте Zara есть большие флаконы такие рефилы потому что сейчас у них флакончики откручиваются вот и на сайте можно купить рефилы по-моему 180 миллилитров или там 200 в общем такие большие боди и очень бюджетно они стоят стоят выгоднее чем покупать во флаконах также на сайте у них часто очень скидки на ароматы чего не видела я в магазинах в магазинах ни разу не видела скидочки на сайте периодически особенно перед какой-то новой коллекции старую коллекцию они продаются скидкой в общем советую я считаю что это круто я считаю что они молодцы в общем Zara большой большую звездочку за такие возможности напишите пожалуйста в комментариях поделитесь со мной и со зрителями если у вас ароматы Zara если есть то какие и вообще что вы думаете о парфюмерии таких вот масс-маркетовских магазинов одежды нужно ли вообще это или парфюмерия должна быть только дорогая это должно быть товаром люкс а не товаром массового потребления извините пожалуйста за фон я знаю что некоторым мне очень нравятся мои фоны но вот я спряталась просто в промежутках между работой и какими-то другими делами гигиенистами прогулками готовками спряталась просто в уголочке в спальне достала просто у меня тут ящик с ароматами достала флакончики и решила быстро снять видео потому что я соскучилась я давно видео про ароматы не снимала решила что надо это сделать потому что ближайшие три дня у меня не будет этой возможности кстати в субботу иду на парфюмерное мероприятие надеюсь у меня удастся что-то снять и вам показать так вот такие новости такое видео я надеюсь что у вас все хорошо что вы наслаждаетесь летом всем мир и добра пока пока